Оникс против Джентри В прошлом нашем видео мы рассказывали о том, как локализуется Оникс И там были вопросы к его производительности Здесь стоит турбированный рядный трехцилиндровый мотор объемом 1,2 литра И что же он сможет показать против Джентри, у которого старенький, но проверенный атмосферник 1,5 литра Мы проведем старт с места и проверим, кто же будет быстрее Итак, наш первый заезд, старт с места, Оникс против Джентри И погнали! 120 Закончился наш первый заезд, Джентри немного выиграла старт, но потом Оникс включился и просто улетела Джентри В итоге на финише был просто огромный разрыв Ну а теперь перейдем к нашему второму заезду Оникс теперь будет против Nexie 3 на механике Посмотрим, что будет в этот раз Второй заезд, Оникс против Nexie 3 на механике Погнали! Проиграли чуть-чуть старт, но меньше страшного Ну как видите, все плюс-минус похоже Nexie 3 немного вырвала старт, а потом Оникс просто улетел от нее Но мы подумали, что это немного нечестно И в нашем третьем заезде мы решили дать Nexie немного форы, а именно 2 секунды Давайте посмотрим До свидания Итак, ну пока мы здесь гоняли, мы привлекли внимание прохожих Вот Вячеслав, мы тоже ему дали порулить за Ониксом Поделитесь своими впечатлениями о машине Интересная, динамичная, машина хорошо управляется, хорошие тормоза Мне очень понравилось Плавность руля как-то? Плавность руля отличная, электроуслитель руля Естественно, она очень плавная, очень хорошо заходит в повороты Ну, по мере того, как я здесь проехался по парковке А до этого на какой машине везли? Ну сейчас Лас-Эти, Лас-Эти И как вам в сравнении? Динамичная Хоть у меня Лас-Эти 1.8, она динамичная, динамичнее, поуправляемее В общем, порекомендуете? Я бы рекомендовал, да Я бы задумался о смене на Оникс, если честно Чем Оникс лучше Джентре? Расскажу вам за несколько минут Ну, начнем с дизайна Тут все примерно понятно Во-первых, у Оникса он поновее, более свежий У Джентре он куда более устаревший Что касается экстерьера машины Ну, первое, что нам бросается в глаза, это противотуманные фары Здесь стоит LED У Джентре же стоят обычные лампочки Ну и давайте поговорим о производительности У Оникса стоит трехцилиндровый рядный турбированный двигатель Объемом 1,2 литра У Джентре же стоит старый, добрый, четырехцилиндровый атмосферный двигатель Но выдает у Джентре он 105 лошадиных сил А вот у Оникса 132 лошадиные силы Да, цилиндров меньше, но производительность больше В салоне же Оникса есть современная мультимедиа Работает достаточно шустро К ней можно подключить как Android, так и iPhone Плюс ко всему, ею можно управлять на руле Вот, к примеру, регулировка громкости Ну, или отвечать на звонки, а также сбросить трубку Что касается самого руля У него также с левой стороны есть кнопки, где можно регулировать лимит скорости Присутствует и однозонный климат-контроль Его управление вынесено отдельно, что очень удобно Между спидометром и тахометром есть монохромный дисплей с дополнительной информацией Что касается сидений, то они крайне удобные У них такой более спортивный вид И также есть комплектация, где эти сидения будут полностью кожаные У Джентры же они из обычной ткани Добавим и то, что в Ониксе есть функция круиз-контроля Хоть и Джентру у нас в Узбекистане очень любят, но годы берут свое У Оникса есть опции, которым вам на Джентру не поставят ни в одном тюнинг-отелье У Оникса есть система полуавтоматической парковки Ее также нет на Джентре И давайте мы ее сейчас опробуем Так, ставлю драйв Выбираем Так, налево И вот так Поехали Так, я руль не трогаю Ставлю заднюю Так У Джентры же салон более спартанский Что касается руля, то здесь минимум кнопок Нет никакого толком управления Что касается мультимедийки Здесь, ну, по сути, радио, аукс и все Климат-контроль, как таковой, отсутствует Есть просто кондиционер и печка У Джентры также между спидометром и тахометром есть экранчик Однако он маленький, и там минимум информации Что касается сидений, то они уже не такие спортивные У Джентры они сделаны из ткани Ну и плюс ко всему, комплектации, где можно было бы поставить кожу, у нее никогда не было Ну и, естественно, у Джентры нет лимита скорости, нет круиз-контроля И, как следствие, нет дополнительных кнопок на руле Кстати, немаловажная деталь У Оникса есть и бесключевой доступ к машине А также система старт-стоп То есть завести машину вы можете без ключа, а также ее открыть У Джентры же доступ в салон только по ключу И чтобы завести двигатель, вам также необходим ключ Ну вот они, главные отличия Chevrolet Onyx от Джентры Понятное дело, это куда более современная машина И это ее главное достоинство Когда речь заходит о современной машине, первое, что хочется упомянуть, это безопасность А точнее ее более пассивная составляющая Здесь, на заводе У Сонгву, производятся детали, отвечающие за укрепление конструкции К примеру, противоударные дверные балки, усилители пола, боковые стойки А вообще на этом заводе производится порядка десяти наименований комплектующих для трекера и Оникса Предприятие построено на территории Ферганского механического завода Объем производства составляет 120 тысяч комплектов штампованных деталей Создание полностью автоматизированного цеха позволило локализовать 20 видов комплектующих Далее детали уже в готовом виде идут на стенд, где их проверяют на соответствие всем стандартам В результате запуска новой линии на территории создано 120 дополнительных рабочих мест И обеспечен выпуск 2,4 миллиона единиц металлопродукции Наша очередная остановка это предприятие Автоойна Ну судя по названию вы могли догадаться, что речь пойдет об автомобильных стеклах Само стекло приезжает в виде одной большой плиты В дальнейшем оно нарезается и из него делаются окна Да, стоит отметить, что локализация здесь стопроцентная Все стекла производятся на этом заводе в Узбекистане Автоойна производит более 350 тысяч комплектов стекол для автомобилей в год В настоящее время предприятие производит 237 видов продукции Ну это лобовое стекло от Onyx Изначально вообще любые лобовые задние стекла, они такие плоские Затем их помещают в печь, закаливают и придают вот эту самую узнаваемую форму Здесь также есть обогреватели, ну и специальные разметки для, к примеру, зеркала заднего вида По качеству и безопасности производимые здесь окна соответствуют мировым стандартам производства General Motors Ну и продолжим тему экстерьера Мы на предприятии Узко Рамко Здесь производятся бамперы, боковые зеркала, а также дверные ручки для нового Onyx В настоящее время годовая производственная мощность Узко Рамко Составляет более 230 тысяч единиц бамперов, приборных панелей и комплектов крашеных накладок для дверей Ну а вот справа от меня проезжают готовые бамперы от Onyx Сейчас специалисты проверяют, все ли с ними нормально Дальше они отправятся на полноценную сборку И уже в готовом виде они выглядят намного интереснее На обратной стороне бампера Onyx есть не только противоударная балка Ну а также различная необходимая коммуникация, в том числе для передних фонарей Теперь мы находимся на предприятии Устон Хонг И здесь изготавливаются автомобильные кресла, в том числе для Onyx Вот одно из них в кожаном исполнении Здесь немного другой подголовник Сам вид более спортивный и отличается от других моделей На предприятии имеются автоматизированные сборочные линии Компания приобрела 6 новых станков для производства комплектующих для Chevrolet Onyx Компания планирует выпускать 19 тысяч комплектов сидений в год Качество сидений тщательно контролируется Примечательно, что более половины комплектующих и материалов для производства этого сидения Поставляют отечественные предприятия Ну а помимо кресел в салоне автомобиля есть элементы внутреннего интерьера На предприятии Устон Янг производятся торпеды, консоли и обшивка для дверей В результате локализации данного компонента планируется сократить объем импорта автозапчастей И сэкономить внутренние средства В настоящее время узбекско-корейское совместное предприятие Устон Янг Наладило производство комплектующих для моделей Chevrolet Onyx по программе локализации Ну а чтобы в салоне автомобиля было свежо, тепло или прохладно На предприятии автоклимат-контрол локализуются печки, различные кондиционеры, а также радиаторы На предприятии системы очистки воздуха, печка и вентиляция для моделей Chevrolet Onyx локализованы на 35% Радиаторы на 25% В последующие годы процент локализации будет увеличиваться Ну а на предприятии AutoRuber делаются различные уплотнители из резины для капотов, окон и дверей Идет здесь процесс, драйв-холл называется Согласно заданному параметру делает специальные длины для клипов Клип вставляется сюда и дальше же закрепляется в машину Понятное дело мы охватили не все этапы производства этой машины К примеру, есть еще двигатель, который производится в Ташкенте Но это уже совсем другая история Впрочем, у меня на этом все Команда Репост, прямиком из-за Саки До скорых встреч!